Две равноуважаемых семьи в том городе, где, может, вы живете, вдруг породнились. Прямо со скамьи студенческой он и она на взлете, не мешкая, сумели пожениться. Ни с кем из дальних близких и родни не обсудили, но объединиться родные не спешили. Ведь они давно, как оказалось, в раз прижили. С чего все началось, уже забыли, но допустить по-прежнему не смели, чтобы корабль общения снялся смели. И главное, позволить не могли, чтоб дети их вдруг счастье обрели. Мешать соединению двух сердец, как положить злословию конец, оно больнее шпаги сердце ранит. Порой родители им детей тиранят, хотя считают, что их очень любят. Любовью той, скорее всего, погубят, послушную их жизнь, коль не воспрянут. Когда ж самостоятельными станут, тогда лишь можно будет ожидать, что воспитание смогут детям дать, в котором и достоинству есть место. Для истинной любви подходит тесто, когда не заморожено оно антагонизмом. Так идет давно. Вот вспомните, как старый Капулетти прибегнул к помощи словесной плети, когда его ослушалась Джульетта. Неужто брань большой любви примета? Отец ее был обозлен порядком угрозы, уплывающим достатком, коль не возьмет он богача в зитья. Любовь ли это, я спрашиваю, друзья? Любовь. К богатству, к власти и к себе. Источник боли в горестной судьбе. Ведь все это легко похоронить, потом в потерях близких обвинить. Любви нам не хватает. Ха! Вот беда! Ее уничтожает выгода. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»